В 90-х производство мясной гейки было сосредоточено только в личных подзобных хозяйствах, выращивали, по сути, ту птицу, которая, это породы наши советские, с определенными показателями по весу, по срокам выращивания, по определенным конверсиям корма прироста, которые не отвечали международным требованиям. При этом не было средционных хозяйств, которые занимались селекцией птиц, кроме одного предприятия, и, по сути, не было научного задела для технологического развития отрасли. С этим мы зашли в 90-е годы, в начале нулевых, в 2006 году мы производили 22 тысяч тонн. По факту это было производство на одном-двух предприятиях, абсолютно небольшие, которые производили полностью по импортным технологиям с зарубежной генетикой. Где мы сейчас, по итогам 23-го года мы произвели 422 тысяч тонн, по итогам 24-го года мы прогнозируем прирост еще на 3%. Спасибо государству, были льготные кредиты, были времена, когда государство активно поддерживало развитие мясного желудноводства, в том числе и птицеводство, и это касалось, конечно же, и львководства. При этом нужно отметить, что прирост производства рос вслед за ростом потребления мяса индейки. Так, сейчас я, наверное, здесь, да. То есть, если бы раньше мы потребляли индейку, там, 200-300 грамм на человека, то сейчас 2,8 килограмма потребляем, и рост потребления идет самыми большими темпами среди местных категорий. В текущий момент мы видим рост ежегодный, там, в 10% это увеличение потребления мяса индейки. Вот, поэтому у нас заложены и находятся в стадии ожидания ряд инвестиционных проектов, которые позволят, там, в 25-м, в 26-м году выйти, там, за 500 тысяч тонн производства. И прогноз наш, в 30-м году, такой, консервативный, 650 тысяч тонн. Мы понимаем, за счет чего и за счет каких инвесторов этот объем будет производиться, и также понимаем, куда это мясо пойдет. Куда оно пойдет? Да, вот мы видим, что, по факту, уже с 2018 года отрасль находится, даже с 2017 года, отрасль у нас самым беспечным мясом. То есть, вот мы видим, что импорт в районе, всегда у нас в районе 3-4 тысяч тонн, это, по факту, импорт. Та продукция, которая приходит из стран ближнего зарубежья, из Казахстана и Беларуси, которая, по факту, мы, как экспортеры, например, там, если вот экспорт-импорт, считаем, что это как бы приграничная торговля, потому что страны находятся рядом с нами, и зачастую с северных регионов Казахстана проще довезти индейку до Алтая, чем нам из ЦФО привезти индейку в Алтай. Поэтому проще импортировать казахам в ЦФО нашу индейку, чем, условно, нам экспорт, почему мы все поняли. Да, у нас растет экспорт. Экспорт по итогам 23-го года мы вышли на 26,5 тысяч тонн, по 24-му году мы видим уже по итогам 9 месяцев, что мы вывезли 20, больше, почти 21 тысяч тонн мяса, при этом план на 24-й год 30 тысяч тонн, у нас традиционно 4-й квартал – это большой рост по экспорту мяса индейки, собственно, который позволит за именно последний квартал вывезти еще до 10 тысяч тонн мяса. Хотел пробежаться по основным регионам, которые мы экспортируем. Тренды чуть поменялись, раньше наши основные регионы по экспорту экспортируем мы где-то около 6% от произведенной продукции, как раз те позиции, которые являются не самым востребованным на территории Российской Федерации, экспортируем, в первую очередь, у нас 30% всегда традиционно шло это в Африку, 30% в Юго-Восточную Азию, 30% в Ближний Восток и около 10% были страны ближнего зарубежья. По итогам 24-го года мы сильно нарастили экспорт продукции, но крен был в сторону Китая. То есть мы уже 12,5 тысяч тонн мяса вывезли только в Китай. Китай у нас, доля Китая 60% в экспорте. При этом необходимо отметить, что если раньше ключевыми импортерами продовольствия мясо индейки в Китае были Бразилия, США и Чиви, то в 2024 году никто, кроме России, мясо туда уже не везет. Да, у нас представители нашего крупнейшего экспортера, крупнейшего производителя мясо индейки расскажут более подробно, как они достигли таких результатов. Но это работа, целенаправленная работа с нашим перспективным рынком, с которым мы имеем большую границу, протяженную, достаточно инвестическую инфраструктуру, которая позволяет в достаточно короткие сроки привозить продукцию. И зачастую мы можем привозить продукцию не только по морю, как все привыкли с привязкой к портам крупнейшим, но и также дотягивается до потребителя в сердце Китая, дотягивается по железной дороге, либо автоперевозкам. Так, ну вот, собственно, по Китаю я уже рассказал, за счет потеснения каких производителей, собственно, мы достигли таких результатов. И, конечно, повлияло, там, почему мы вытеснили в том числе США, у них в том числе были вспышки высокопатогенного гриппа птиц, который уничтожил значительную часть поголовья, и американцы, а помимо того, что у них значительная часть регионов была закрыта на экспорт, потому что там... И как раз эти были регионы, которые наиболее много ворачивают мясо индейки. Так, ну, собственно, я уже этот вопрос обсудил. Да, и когда я говорил, что мы экспортируем в первую очередь те части, те трубы индейки, которые пользуются низким спросом, тем не менее наши производители начали тестировать новые категории. Это филейные группы товаров, которые востребованы в России, но производители уже понимают, что необходимо, наверное, смотреть в будущее, да, там, горизонт 30-го года, поэтому уже сейчас мы тестируем новые позиции и приучаем китайцев есть новые продукты, которые сильно востребованы в России. Да, там, все уже у нас топ-категории – это стейк из индейки. Да, вот мы пытаемся, производители наши пытаются приучить к стейкам индейки, в том числе и китайцев. Да, ну, ключевой драйвер развития. Здесь моя была презентация построена, в основном, наверное, на рынок Китая, но можно пробежаться. В принципе, тренды, они общемировые. Да, это рост мирового потребления. Это демографические изменения общества. У нас во всем мире идет рост продолжительной жизни, повышение ее качества. И таким образом продвигается везде тренд на здоровый образ жизни, и мясные индейки как раз удовлетворяют этим показателям. Оно гипоаллергенно, оно обладает диетическими свойствами, и к тому же прекрасный аминокислотный состав мяса, который… Вот мы можем конкурировать с говядиной, во всем мире, наверное, конкурируем с говядиной, Сергей Евгеньевич. Может еще добавить в своей презентации про это. Кроме того, ухудшение мировой эпизодической ситуации, когда вспышки птичьего гриппа приводили, и даже у нас были в России перебои с поставками инкубационного яйца или племенной птицы для наших репродуктов второго порядка, когда Европа и США просто горели по птичьему гриппу, когда забивали огромное количество поголовья. В России всегда было более-менее стабильно, у нас больших катаклизмов у нас в стране не было, в том числе за счет того, что наши производства все новые и соответствуют мировым требованиям по биобезопасности, мы относительно легко эти эпизодии прошли и проходим. Кроме того, наши производители не останавливаются и в текущий момент тоже вкладываются в обеспечение биобезопасности, потому что процесс вируса мутирует, а наши производители тоже подстраиваются под изменяющиеся условия производства. Так, что еще, какие еще общие, да, ну, мясные диеты достаточно технологичны, и из него можно производить в том числе и продукты с заданными функциональными свойствами. Собственно, это ключевые драйверы развития потребления мясной диеты не только в Китае, но и в России. В России мы, наш ключевой сейчас момент, это мы развиваем потребление мяса индейки в социальных, вводим, там, и продолжаем проводить работу с государством, когда заводим мясные индейки, там, в школьное питание, в лечебное, в диетическое питание. Отрасль, вот как изначально, вернемся к началу презентации, отрасль новая, и вся нормативная документация в Российской Федерации была создана таким образом, что индейки там не было нигде. Поэтому мы к нашему развитию отрасли подошли в таком моменте, когда нам нужно было прирастать по потреблению, там, приучать школьников к мясу индейки. А в нормативно-правовых документах у нас стояли ограничения по поставкам. То есть мясные индейки в меню, в школьное меню попадать не могут, они не могут попасть в меню лечебно-правматических заведениях. И это наша задача остаться, отрасль в том числе для того, чтобы каким образом мы будем стимулировать увеличение спроса потребления в России. Так, ну ассортимент, как я уже говорил, это в первую очередь позиция шеи, голень, крыло. Вот и новая позиция – это филе бедра и филе грудки, которые начинаем тестировать в Китае. Так, с чем наши производители сталкиваются? При экспорте в Китае, не в Китае, а в Азии в целом, это санкции, трудности международных банковских переводов. Ну, трудности связаны, наверное, больше это не с тем, что санкции относятся. Санкции к сельскому хозяйству не относятся. Мы можем экспортировать свою продукцию в любые страны, можем получать деньги, но там, в Китае у нас таковы взаимоотношения, что зачастую банки физически не отправляют деньги в Россию, потому что есть ограничения на переводы в Россию. Никто не разбирается. Это продовольствие, или продукция двойного назначения. Это проблема у нас общая. Всех мясников и всех поставщиков продовольствия в Китае. Ну, собственно, компании все подходят по-разному. Кто-то развивает свою собственную инфраструктуру по переводу денег. Ну, отрасль справляется, пытается развиваться и идти дальше. С чем мы сталкиваемся? Не только в Китае, а во всех странах. Это высокий уровень насыщенности уже продовольствия. То есть мы, когда заходим на рынок, вот зашли на рынок Китая, мы начали там толкаться и вытеснять с рынка других ключевых экспортеров, США, Чили. Это те страны, которые уже многие годы. Если мы говорим про Азию, то у нас куча стран, куда мы еще не поставляем продовольствие. Это и Филиппина, и Малайзия, и Таиланд. Хотя эти страны сейчас не покупают мясо индейки. Тем не менее, эти страны очень развиты в части туризма. Туристов приезжают с каждым годом все больше. И все туристы из развитых стран, они все привыкли есть мясо индейки. И для нас это тоже являются приоритетными странами, где мы будем точно так же, когда рано или поздно страны будут доступны по поставкам, будут подписаны сертификаты, мы обеспечим доступ, и мы будем раскачивать внутреннее потребление индейки в этих странах уже, на Юго-Восточной Азии. Вот, собственно, и третья проблема, наверное, она сейчас тоже, она новая, касается 2024 года, это недостаточная конкуренция системы поддержки экспорта продукции АПК. Как мы выяснили, экспортеры всегда закладывали в цену продукцию, и почему мы ее вытесняли, в том числе за счет оказания мер поддержки, разнообразных в том числе, в первую очередь, по компенсации части затрат на логистику экспортную. В текущем году дефицит колоссальный, очень многие производители не получили необходимые субсидии, на которые рассчитывали. Вот эти риски, с которыми мы сталкиваемся, в том числе наши экспортеры вынуждены закладывать в цену, которые не добавляют конкурентоспособности на рынках. Перспективу развития. Я уже подсветил, что мы растем, прогноз по производству 650 тысяч тонн, но нужно понимать, что 650 тысяч тонн мы произведем, а мы же мясо там, может быть, мы построим новые производственные площадки, где можно выращивать мясо, но наша отрасль параллельно строит еще площадки, где мы получаем и выращиваем инкубационное яйцо, из которого мы, собственно, получаем один день. Если еще 10 лет назад мы полностью были зависимы по поставкам инкубационного яйца, в прошлом году зависимость была в районе 50%, то по текущему году наш бизнес вкладывал деньги в производство строительных репродукторов второго порядка, мы уже по итогам текущего года планируем 65% потребности уже производить в России. Есть еще инвестиционный проект, есть еще инвестиционная привлекательность, есть еще ниша. Мы же понимаем, что рост производства на 30% потребует увеличения потребности по инкубационному яйцу тоже на 30%, на 35%. И мы это яйцо, и есть инвестиции, есть планы, мы идем параллельно, параллельно раскачиваем потребление, параллельно раскачиваем производство и раскачиваем внутреннее производство по инкубационному яйцу. Когда-то мы дойдем до строительства репродукторов первого порядка и, может быть, собственные сельскохозяйственные центры. Посмотрим, но это уже горизонт ближе к 30-му году, нам нужно пройти эти 5 лет еще таким же темпом. Вот я говорил, мы экспортируем 6%. Наша задача экспортировать не менее 10% от произведенной продукции за рубеж. Это как раз 10% – это те части, которые, с одной стороны, не востребованы на российском рынке, с другой стороны, мы хотим увеличить в том числе экспорт наших перепозиций, которые являются наиболее маржинальными и наиболее дорогими. Собственно, мы планируем, что у нас также за счет низкой себестоимости производства мы и дальше будем развивать свой экспорт, наиболее перспективный для нас стран и Ближнего Востока. Будем прорастать по экспорту в Китай, и в Африку будем, в Китае, за счет увеличения потребления диетки в Китае, и в том числе в Африку, потому что Африка, будем наращивать, больше будет шеи, больше поедет в Китай, в Африку шеи, и шеи узко и прочих позиций. Также у нас еще есть несколько, на текущий момент у нас есть 5 предприятий, которые по факту можно считать экспортерами, только 2 предприятия у нас, на Китае, я думаю, что они будут бороться, и у нас количество экспортеров добавится, что, собственно, тоже позволит нам расширить объем, увеличить объем по экспорту нашей продукции.